ПЕСНЯ Максим сейчас расскажет, что будет означать для США гипотическое поражение сегодня. Ну, во-первых, сборная МЛС впервые принимает участие в чемпионате мира. Стартовала молодая федерация в прошлом году только в ноябре. Чемпионат как раз он только начинался в ноябре. Третий чемпионат Матарлиги. Сегодняшний матч для МЛС это, прежде всего, показательный матч опыта, матч нервов, матч, наверное, амбиции. Потому что Франция шикарна, Франция опытна, молода и быстрая. Это самое главное. Мы видели на примере Исландии, что исландцев хватило минут на 12. На стартовый такой равный футбол, не более того. Как будет сегодня, именно сейчас узнаем. Есть несколько легионеров, куда же без этого МЛС. Атакующие действия есть, ребята, и с ударом. Вот мы это снова показываем и доказываем. И Солодки цепляет. Здорово! Не дают нам подключенные темы, а дает проход, дают Солодку в паск. И вот я говорю, что главная надежда сборной Франции Виктор Шилин, да? И он забивает. Но на самом деле, конечно, герой этого эпизода Виктор Солодкий великолепно просто. Девятый номер. Он сначала зацепился за мяч, затем сумел развернуться. Выиграл борьбу двух защитников. Но я снова отобрал, да? Ну, практически. Вернее, он выиграл борьбу защитников. Стоял на ногах, побежал на скорости. Все могло бы гораздо сложнее для Испании. А оказалось, ну, не получилось забить. Потом Испания забила один другой здесь момент. Это Нарек Балаян. Слишком легко дается Франции контроль мяча. И не только контроль, но и создание момента. Смотри, будет гол или нет? Нет. Опять Нарек Балаян учит мяч, а уже за ним Виктор Шилин находится. То есть французы еще и вот такие нюансы тактически демонстрируют. А Нарек Балаян снова приглашается в куздале. Так, у него ничего пока не получается у подопечных Мурина. А у французов получается очень много близки, они ко второму голу, который в таком игровом стиле был бы забитый. Вот этот футболист, казалось бы, так и не посмотришь. Скажем так, про таких, которые говорят, что... Недооценить соперника, великий риск недонастрой получить сейчас удар дальний. В следующей неделе минувшей состоялись стайлальский матч. И очень интересный момент. Французы разгромили античан 5-1. 5-1 даже, да. А сборная Америка сыграла в ничью с Португалией 3-3. Но позже, после этого штрафнуло! Это Виктор Шилин. Пытается ладать уже. Вопросы о пекле. Вот сейчас вот известную всю минскую шапочку, да? Да, здесь вот бейсболка и физак. Вабио! Играть вперед! Есть зона Америка! Бежать! Бежать Америка! Момент забивать! Ах! Стало получаться как-то у... Позичь, вот здесь надо ловить! Ай-яй-яй! Уй, какой момент! Пошел 7 минут до конца. Первая половина, может быть, даже чуть поменьше. Здесь может получиться момент. Удар хитренький такой. Увелик некий мог бы получиться и неприятный для вратаря. Но не получил. Неправильно. Много момента во второй. Все. Да, с Баруси. А во второй отходится Завьялов. Здесь не повезло. Ему ноль рвется. Одного, второго, третьего. И пробит! Второй по хорошим моменту МЛС. И сразу взрывается трибуна. И болельщики американской сборной. Завьялов скорости прибавил, а пробит! И пробивает! И... Бак! Какой момент! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй! А-яй! А-яй-яй! Этапон достал Евкин Мякин, но все равно я думаю, что разговор будет серьезный. Сейчас Шилен. Ой, Шилен. Хоть французы и по-прежнему действуют все-таки с преимуществом, уже нет ощущения, что это преимущество тотальное, уже нет ощущения доминации. Но есть момент. И все-таки нет гола. Нет гола. Ай-яй-яй, Глазина. И все, и все, друзья. 1-1. Боевая ничья. То есть речь и говорить, мне, конечно, жаль немножко, что не попал в сборную французского чуток, но в этом позже Нарек Балаян не бьет сам, отдается лодкам, удар, мимо ворот проходит мяч. Очень, очень в своем стиле действовал сейчас лодки, а там еще и рикошет был, вот в чем дело. И сборная французского разыгрывает угловой, и еще удары мяча выше. В Воронье там номера уже многие другие, так что это не так важно. Получить Данил Глушко, Нарек Балаян, и Виктор Ширин, и поедем Виктор Солодки. И сейчас момент Данил Глушко. Что творит он? Еще момент, и на Мальте. Да, это пенальти Танаян привел. Как бы Камдон здесь не спорил, пенальти был. Солодки, опять Солодки. Обратите внимание, как здорово играет Марсель и Форвард. Как он действительно хорош. Вы знаете, как после Чемпионата Кирова взятых миров, это время, когда трансферная компания взятых побористов. Вот как Виктор Солодки в посыжении оказался после этого Чемпионата мира. А может быть еще где-нибудь. Ну давайте смотреть. Епкин, либо кто против него. Епкин или... Или Виктор Ширин. Показывает, что надо, надо. Со второго свисточка Епкин или Ширин, Ширин или Епкин. 2-1, французы выходят вперед. 2-1. Выбивает второй мяч, направляет дубль. Становится, по-моему, лучшим бомбардиром. Ну, догоняет Казаряна. Казаряна, да-да-да-да. А дальше надо смотреть. Там Яна, честно говоря... Конечно, это потеря для сборной Франции. А Солодки играет так, что... Да, это говорят в Барселону. А еще пенальти мог быть. Нет, здесь... Дождь штрафной, дождь штрафной. Нога была до штрафной. Ну и, может, поставить второй пенальти. В данном случае, практически убить сборную США. А все-таки это было достаточно спорное решение. Здесь я не буду... Тут непростой рикошет от газона. И сразу перехват. И можно будет пробить. И выход. Это второй пенальти. Я имел в виду, что момент, как второй пенальти. Буквально с семейшей команды Алексей нам подскажет сейчас. И кто-то в оранжевом. Алексей, спуститесь, пожалуйста, на бровочку. Знаете, здесь один момент. А вот сейчас в форме Франции. Помню, я как голкифер. Он тогда Балтики пропустил. Вот так вот под ногой мяч. Ну, в центре поля. И здесь... О-хо-хо-хо. И здесь... Удар от ворот. Опять французы начинают. Хоть и избавляют вроде бы темп. Но начинают немножко пижонить, как мне кажется. И вот на ровном месте грубая ошибка и сейчас накажут! Ну без пятки лишняя была, и в итоге хочется нести, ну а что, может получиться атака, да, вот так вот стихийно. Это что-то было из американского футбола. Вы сейчас пойдёте, либо вы забьёте, либо пропустите точно. Ну зачем сохранять 1-2, да, если есть шанс забить? Надо попытаться. Поэтому в этом плане третий гол, наверное, не так страшно. Но он может случиться и не только. И снова есть, можете сказать, Роман Варан у нас сейчас просто действует в центре. И? И атака солодки, и что? Нет голой ебки, что творит? Вот сейчас просто чисто. Куда? Ну куда так кидать? Ну это просто преступление. И подарок для французов. Подарок для французов, который будет, мне кажется, реализован или нет? Нет угловой. Достаточно одного будет ещё. Достаточно одной таблетки, да, по классикам, если советствую гейматографу. Ну здесь широкая атака у французов, потенциально опасная, потому что вперёд на беглубый удар, удар, не получается. Сейчас зачастую, а когда соперник, особенно если всё даётся, соперник возвращается в игру голом, а потом тебе уже вернуться в игру очень тяжело. Я с этим сам сталкиваюсь. Классный промыш, мяча удар! И Шамиль Зарипов тоже классный мяч. Прицепляться! Идейся! Завьялов, Верма! Верма! Завьялов! Завьялов, Верма! Верма! Переопенальти, кстати, напомню, по регламенту в случае ничейный результат. Пробивается по пять одиннадцатиметровых ударов без... Да и вот челыша пошибается! Сейчас момент... Ну нет! Так, конечно... Перегорел. Перегорел. Комдун! Константин, Комдун! Ты так и пойдёшь, звонишь игрока или нет? Я думаю, да, потому что мы по новой практике приглашаем непосредственно на вышку игрока и здесь вручаем непосредственно пару слов. Как всегда нам говорится, давайте посмотрим. Пять! Удар! Да, да, да! Да, 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 да! И будут, скорее всего, финальтищи! Да, да, яднище! Мы в чёртовой матери сорвали голос, но это... Да, да, да! Обалдеет! Обалдеет! Аматеур! Победу можно будет признать. Это выдающийся и какой-то хороший, но ее можно еще одержать. Еще можно. И вот сейчас просто решают, кто там будет. Дмитрий уже решили. Здесь попадет Инаян в девятку или нет? Твой прогноз. На это поставишь. Надо бить по углам. 1-0. 1-0. Ты что, три гола, Инаян. Это тот же угол, только они и ушко. А, мяч? Нет. Все четко. Все четко. Так же разводится. Пока бьют по своей стороне ноги. Что-нибудь. Так смотрится это экстравагантно. Ну вот такой разбег тоже экстравагантный. Посмотрим. Почти. Пушка. Удар слишком был хороший. Просто ждем развязки этой серии пенальти, Шилин. По центру. Почти по центру. Не совсем по центру, но очень сильно. Очень сильно. Ну и Шилин, как всегда, без эмоций. Совершенно свободно. Ладно, смотрим. Я бы хотел домой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это вот почти как-то Наян в игре, да? И нога. Дмитрий, по-моему. И пушка. Тащи. Пушка. Вот так. Давай, давайте, позвольте мне, так сказать, схавал сейчас голгипер. Какой бизарный. Просто били хорошо. Ах, щас. Вот таких случаях, говорят, прыгал по удару, мне кажется, что-то среднее. Так и не определился. Нас ждет продолжение. Кто знает, может быть, еще и Шилин с Наяном ударит. Нет. Все. Франция выходит в четверть финал. Матч потрясающий. И мы отмечаем, что Юрий Суровикин оказался прав, вернув голгипера. Практически Луи Иван Суровикин у нас сейчас был. В итоге Александр Мякушко вытащил серию пенальти. Два удара. Франция забила все. Ну и, Максим, тебе слово. Ну, давай, во-первых, поздравим тебя. Действительно, ты сегодня в МПМ в матче. Поздравляем тебя, Фума, подарок. И какие эмоции, почему не решили в основное время, я думаю, основное? Просто забили первый и расслабились, на самом деле. Вроде вторжетские матчи играли очень хорошо, а тут забили. И как будто мы пять забили, уже все, звезды вышли, пешком начали ходить. И потом раз выпустили, два выпустили. Вот сами. Со скамейки казалось, что второй гол сборной Америки не берутся. Конечно, фантастика. Там взять было невозможно. Действительно, одной рукой правильно прыгал Георгий Челушин. Мя, короче, мя. Ну и, надо сказать, Франция сегодня прошлась по краю лезвия, по краю обрыва, но не упала. Сделаете выводы? Конечно. Ну что, ждем вашего соперника, это либо Бразилия, либо Шотландия. Вас еще раз победа, и весь французский чемпионат у них сегодня праздник. Чуть-чуть не смогли исландцы, чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Ну, а французы все-таки заточили, как сказал Александр. Вот именно затащил ты Францию в четверть финал. Спасибо еще раз. Ну что ж, будем на этом прощаться. Максим Симонов, Александр Седов. Для вас всего доброго.